Музыка Музыка 17,5 тысяч за данную машину в голом состоянии это вполне нормальная цена 17,5 тысяч за машину с открытым оборудованием это возможность сэкономить порядка 3,5 миллионов серебра Поэтому честно говоря вот этот вот наборчик за 17,5 я не считаю супер дорогим Но в то же время это потолочная цена для данной тачки и с учетом возраста данной машины и ее потенциальных возможностей в боях С учетом всех новых машин которые появляются на 10 уровне все таки нормальная адекватная цена на данную машину в голом состоянии 1016 В отношении наборчика вот этого за 20 тысяч голды то здесь все безусловно поинтереснее Здесь получаете 4 видов по 25 бустеров получаете себе x5 в количестве 25 штучек на данную машину Что позволит действительно существенно прокачать элитный опыт целых 30 дней прем аккаунта Хоть я и слабо слабо верю в мистике особенно после прокрута последней рулеточки на мистике Но все таки 10 мистических теоретически возможно кому-то из покупателей что-то принесут Плюс легендарный внешний вид Да на сегодняшний день будем говорить откровенно щука смотрится уныло Ничего интересного и когда-то да производило впечатление Но на сегодня с учетом того какие сейчас каму в моде то здесь особо посмотреть не на что Особенно с учетом того что вы это видите только вот это вот все Ну и соответственно то что видят вас вот так тоже на сегодняшний день уже какого-то особого впечатления не производит Но все таки это легендарный внешний вид данной машины Хотя без него машина не смотрится хуже В отношении ценника ну в целом приемлемо окей Если 17,5 за практически голую тачку То 20 за весь вот этот вот набор Особенно с 30 днями према Для тех ребят кто качает какие-то ветки Очень даже неплохое предложение Вопрос только в том сама щука понравится вам или нет Танк специфический и сказать что это типичный тяж на 10 уровне Нет ребят не получится потому что по ТТХ он действительно не сильно похож на типичный тяжелый танк в нашем понимании Дело в том что у него существенная подвижность 50 километров Это действительно существенная подвижность по сравнению с другими машинами на уровне Но при этом всем ребят мы обладаем орудием которое является очень скорострельным 8 секунд перезарядки Хорошее время сведения Неплохой разброс Вполне себе неплохой заявленный ДПМ Но реализовать его сложновато Потому что машина к супер живучим не относится Ну и соответственно возможно вы не успеете реализовать этот потенциал А потенциал ваш заключается в том что у вас пробитие 260 Которого достаточно чтобы играть на 10 уровне Ну и соответственно урон в 400 единиц Который действительно является неплохим показателем С учетом того что как я уже говорил вы перезаряжаетесь всего лишь 8 секунд Стоит отметить из минусов этой машины Помимо того что не самое лучшее бронирование корпуса Еще угол склонения орудия вниз минус 6 И отыгрывать где-то от неровности Играть от башни я бы сказал в большинстве своем дискомфортно Но это типичный советский тяжелый танк Поэтому цепляться к этому показателю не стоит В отношении бронирования башни в прямой проекции Имеет ну в край крутые приведенки Как по щекам башни Так и в лобовой части Короче говоря здесь ребят по башне вопросов нет А вот по корпусу вопросы есть и очень большие Потому что когда вы поворачиваетесь вот так Вам залетает абсолютно спокойно в нижний бронелист И вот в этот вот выступ Плюс к тому если вы поворачиваетесь как-нибудь Ну скажем вот так То вот здесь вот все тупо становится серым Я понимаю что я цепляюсь И многие скажут что блин ГСН да по бортам там все картонные Соглашусь Но в то же время танковать на этой машине Очень сложно И в основном танкование Зависит не от вас А зависит от того как игра захотела Чтобы вас пробили или нет Ну знаете как когда играешь на ИСе 7 Стреляешь по нему Удивляешься почему не пробил Стреляют по тебе и удивляешься Блин да как они меня пробивают То же самое и здесь Ладно меньше слов больше дела Давайте возьмем машину И поедем посмотрим На что она реально способна Ну что друзья Давайте начинать тестировать И сразу посмотрим кто куда едет Не поеду однозначно в город Вместе с БЗ По одной простой причине Потому что у БЗ Крайне долгая перезарядка Я обратил внимание что он играет на фугаснице Если правильно увидел А это значит что у него Время перезарядки похоронит Как его так и меня в том числе Зачем он сам туда попер Я честно говоря не совсем понимаю Лучше бы он составил нам компанию Вместе с ВКшечкой И от этого мне кажется толку было бы Немножко больше Ну да ладно Как разъехались так разъехались Давайте будем тестировать По подвижности По маневренности Как вы видите даже под крутую горку Машина тянет очень круто И при этом вполне спокойно Поворачивает правее Левее В общем в отношении Качества передвижения по карте У меня к этой машине Вопросов нет абсолютно никаких В отношении времени сведения Точности и подобных вопросов Тоже нет абсолютно никаких нареканий Время перезарядки на высшем уровне Как вы видите я уже успел перезарядиться А вот угол склонения орудия вниз Ну прям беда бедовая И даже здесь Практически на ровной площадке Выцелить кого-то Немного ниже Катающегося На той стороне Ну Не совсем Представляется возможным Ну и в основном Приходится Как-то подстраиваться Под игровой процесс Как-то подстраиваться Под то что В бою происходит Так Пропустили город Пропустили город Видим Мауса Сейчас стычку от Мауса Получу или нет Голда Не помогает Понятное дело Попал прям В центр башни Ну что Поехали Поехали тогда на Мауса Попытаемся там Немножко поиграться В отношении Того чтобы выцеливать На дальних расстояниях Просто поверьте мне на слово Если не получится Показать это в бою Более чем достаточно А вот по уровню пробития Блин Приходится перегодить на голдовые Для того чтобы Мауса Пробить даже в Бортину Хотя 260 миллиметров Против большинства машин Действительно Ну больше чем достаточно Так Не балуйся Не балуйся Давай сюда Свой нижний бронелист Кто приехал сзади Бараджета Решила сделать мне неприятно Красивая такая точка Прям по центру Что-то она мне напоминает Ребят пишите в комментариях Что она могла мне напомнить Но только пожалуйста Помните о том Что сам Ютюб Может вас Сам Ютюб Может вас удалить Я имею ввиду Ваши сообщения Поэтому пишите скрытно Но Есть Вот то За что мне эта машина нравится Это Вот эта вот возможность Успеть перезарядиться И кого-то добрать И успеть нанести урон А главное Успеть откатиться И уехать куда-то В абсолютно другом направлении Если вдруг Та позиция В которую Вы приехали Вас не устраивает То при первой же возможности Вы действительно Имеете все шансы Свалить оттуда Как можно быстрее В отношении подвижности Маневренности Выше всяких похвал Понимаю Что в этом бою Я не нанес Какого-то большого Количества урона И возможно Не настолько был полезен Как мне хотелось бы Но с другой стороны Успел рассказать вам Все свои ощущения От этого танка И Могу сказать следующее До того Как танк апнули Мне машина Нравилась Гораздо меньше Я купил ее Из жадности Она долго стояла У меня Но при этом Все После того Как ап по машине Провели И ее По ощущениям По крайней мере Существенно Улучшили Для меня машина Как я уже говорил Заиграла новыми красками Да Последнее место В своей команде По урону Или можно сказать Первое в команде Но с конца Переснимать Ничего не собираюсь Хочу чтобы вы видели Все таким Какое она есть На самом деле Но поверьте мне На слово Щука Действительно Может больше И действительно Может лучше Все зависит от того Как бой сложился Куда вы поехали Изначально И кого вы На своем пути Встретили Для того чтобы Не осталось Негативного впечатления О машине Настолько Насколько Могло у вас Остаться Давайте зайдем Еще в одну Каточку И попробуем Сделать чего-то Лучше Так ну что Ориентируемся На нашу команду Кто куда Кто в лес Кто подорвал По моему С этим БЗ Мы уже играли По моему Где-то я его уже видел Ну ладно В прошлый раз У него вроде бы Неплохо Все получилось Пусть едет Еще раз Я все-таки Поеду вместе Со всей командой Потому что Не являюсь Супер живучим И встретиться С четырьмя тяжами У меня нет желания Абсолютно никакого Поэтому лучше Помогу продлить Направление Легких средних танков А потом Всей кучей Поедем дальше Тяжей встречать Глядишь От этого толку Больше будет Хотя Тоже не гарантия Ну вот вам Пожалуйста Один тяж Уже здесь Угла склонения Орудия не хватает Для того Чтобы можно было Его добрать Я имею ввиду Средний танк За меня это Сделала Проджета Прим дальше Прим на всех парах Эмиль явно Мой Однозначно Даже если сейчас Придется пойти в размен Все равно Буду добирать его Ну вот Ну давай родимый Только что подвел Второй Тарас Подводить не стоит Есть Можно было бы рискнуть Конечно И добрать его изначально Но Решил что лучше Поплотнее к нему Подъехать Дабы С пущей уверенностью Ему закинуть Ай-яй-яй-яй-яй-яй Да Это моя глупость Патехан Прости пожалуйста Я сейчас действительно Не очень красиво поступлю По отношению к тебе Где наша ягушка Катается Яга решила Вперед не ехать Ну вот Проблема Это вот этот вот Угол склонения орудия Потому что Вот в такой вот Позиции Видите Я уже нормально Опустить орудие вниз Не могу И это Существенный дискомфорт Прям существенный А точность Ну прям На высшем уровне Да и не только у меня Как я погляжу С точностью проблем нет Так ВК Иди в пень И вот я опять готов Отстреливать снаряд Да Время перезарядки Это конечно Очень круто В этой машине И в частности Время сведения И точность Которое Сейчас не понял Я в своего Получается попал Время сведения И точность Действительно На очень высоком уровне И я бы сказал Что орудие Мне лично Очень сильно напоминает Игру Иди сюда Орудие Мне очень сильно Напоминает Игру на Пирании Очень похожий В этом отношении Танки Но все таки Пирания Будет попроворней Но в то же время Еще менее Живуча Нежели Наша великолепная Щука Так Ну что Доберу Не доберу Успею Не успею Шеридан Перезаряжается Вроде бы рядом Никого нет И это мой Фраг должен был быть Если бы игра Не открутила мне урон Как так получилось Почему 200 С копейками А Все Я понял Да Я понял В чем была причина Надо было Немножечко Немножечко Переключить снаряды Ладно Бог с ним Как получилось Так получилось В любом случае Лучше чем в предыдущей катке Как я говорил Предыдущий бой Вырезать не собираюсь Потому что Всегда показываю Все Таким Какое оно есть На самом деле Ну и Вы должны Потенциально Понимать Что вас ждет Ну и соответственно Исходя из этого Принимать решение В отношении того Стоит покупать или нет Меня дизнули Дизнули меня За 2000 урона За 3 уничтоженных соперника И знак классности Третьей степени Интересно Честно говоря Кто мне этот Диз поставил Я так понимаю Какой-то Явно очень Крутой герой Ну Давайте посмотрим Ради интереса Не могу Прочитать его Никнейм Какой-то Лапоть Иван Если я правильно Прочитал И Лапоть Иван Где у нас Здесь в списке Лапоть Ну Иван Я понимаю Я тебя прекрасно понимаю За что ты так Со мной Он просто Всем дизы наставил Ну и просто Наверное потому что Рога Оленина забыла Дома оставить Перед тем Как играть Я Таким людям Вот так вот Делаю Считаю что В таком случае Он этого достоин Ну а я со своей стороны С удовольствием Хочу похвалить Всех ребят Которые играли со мной В команде Как видите Этот лапоть поставил Дизы Полностью Всей моей команде Как я понимаю Просто парнишка Из трусов Выпрыгивает Из-за того что У него там Что-то не получилось Я же со своей стороны С удовольствием Поставлю лайки И нашим соперникам Потому что они Действительно Этого достойны Достойно сражались Да проиграли Но Сделали это С Достоинством И Достойны Того чтобы Их за это Лайканули Еще кстати Ради интереса Хочу посмотреть Пока не вышел Понимаю что Это займет Немножко времени Насколько крутой Игрок Ну блин 46% 17 тысяч Боев Я не статист И к статистике Никогда не цепляюсь Мне всегда было До лампочки Какая статистика У какого игрока Но в данном случае Я вообще не понимаю Причину Выпрыгивания Из трусов Я понимаю Если бы это был Какой-то статист Крутой Которому стату Подпортили Тем что его команда Проиграла Так опять таки Своих тогда Дизать надо было А не чужих Ну да ладно Бог с ним Кто его знает У кого что в голове У кого Что-то нормальное У кому надо просто В туалет сходить Ушами Ладно Это дело Уже совсем другого видео И тема Для совсем другого обсуждения А в отношении Объекта 260 Могу сказать следующее Танк потенциально Может вас порадовать Если вы готовы К такому геймплею А именно Геймплею Не совсем стандартного Тяжелого танка В отношении ценников Плюс-минус адекватно И сказать что это Прям дешевое Какое-то предложение Нет Но и сказать что Оно как-то сильно дорого Тоже не могу Побежал снимать Следующее видео Специально для вас Вам желаю Грамотных покупок Ну а если вы хотите Быть в курсе Всех новостей игры И анонсы Хотите видеть первыми То обязательно Подписывайтесь на данный канал Стараюсь специально для вас И искренне желаю вам Мира, друзья мои И обязательно Спокойствия Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok